Михаил, мы с вами встречались ровно 20 дней назад, около того, это было 4 ноября, и все ждали важного, знаменательного события планетарного масштаба, даже два события, выборы президента Соединенных Штатов Америки и встреча 20-ки в Нью-Йорке 15 ноября. И все связывались с этими, и я в том числе, если вы помните, я достаточно активно сопротивлялся некоторым вашим выводам, положениям и каким-то даже не предсказаниям, а анализу того, что может произойти. Я был уверен, что эти два события должны были внести, ну может быть, не мгновенный, но достаточно ощутимый разовый эффект, положительный разовый эффект на мировую экономику. И вообще так в ваших кругах так это ощущалось, да? Ну, предполагали, что как только изберут Барака Обама президента Соединенных Штатов Америки, на следующий день рынок должен был взлететь как ракета. В любом случае, многие из тех, с кем я разговаривал, считали, что, во-первых, это определенность, во-вторых, Барак Обама человек, который настроен на окончание войны, человек, который настроен больше на решение внутренних американских вопросов. Кроме того, демократы всегда славились тем, что умели настроить экономику. Все ожидали на следующий день после выборов взлета, взлета американского рынка. Ну, не говоря уже о встрече двадцатки. Итак, Обама избран президентом, что само по себе уникально. Двадцатка пятнадцатого собралась в Нью-Йорке, но, к сожалению, нигде, ни в одной стране мира легче не стало. Япония официально объявила о рецессии. Россия устами премьер-министра и президента сказала о том, что предстоит два года кризиса и приняли беспрецедентные меры, которые никогда в России не принимались для поддержки экономики, в том числе и налоговые послабления. В Соединенных Штатах Америки официально тоже признана рецессия, рецессия в Европе, рецессия. То есть, к сожалению, не произошло того, что все ожидали. Все думали, что как прежде. Хорошая новость, инвесторы поверили и понесли деньги на рынок. К сожалению, этого не произошло. Я не должен был, в принципе, выглядеть оракулом. Проблема в ваших друзьях, вы у нас представляете и средства массовой информации, и бизнес. Как-то между тем и этим, так что вы многолики. Я смотрел просто на то, что люди не понимают, в каком очень они мере уже оказались. Они думают, что это обычное явление, которое затрагивает одну страну или маленький блок каких-то стран. И поэтому новый президент, он, естественно, поднимает рынок. Естественно, что-то здесь меняется. Потому что есть, в принципе, на что опираться, на какой-то глобальный общий базис. А здесь этого уже нет. И поэтому тут ни Обама, ни Двадцатка никто не поможет. Потому что ни он, и ни они не понимают, во-первых, что происходит. Во-вторых, денег нет. Вы понимаете, Обама хорош был бы в их представлениях, переложить из кармана в карман. И тогда бы все, может быть, пошло бы вверх по их желанию. А нечего перекладывать из кармана в карман. Да, действительно, все ожидали, что те 700 миллиардов, о которых говорили в Америке, тот законопроект, который был принят для поддержки американской финансовой системы и американских компаний, что сам факт принятия такого закона стабилизирует рынок. Но действительно произошло что-то совершенно новое. Потому что вот эта закупорка финансовых каналов, она не становится более контролируемой. Она становится неуправляемой. Сегодня банки перестали верить банкам. Сегодня... Люди перестали верить банкам. Да, люди перестали верить банкам. Промышленники могут работать банками. Да, никто никому не верит. Хотя вот, прежде чем продолжить эту тему об отсутствии денег, и попытаться, может быть, вместе с вами найти ответ на вопрос, почему это произошло и в чем природа этого, я скажу, что... Я скажу, что никто не понимает. Например, Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, в середине месяца, буквально за несколько дней до встречи в 20-ке в Нью-Йорке, заявил о том, что мир должен измениться, он должен быть менее эгоистичен, люди должны принять какие-то решения, которые бы учитывали интересы всех, что дальше так жить нельзя. То есть, какие-то проблески, наверное, все-таки появляются. Я за это время нашел таких извлечений от крупных промышленников, ну, не на уровне Брауна, где-то несколько десятков. Все говорят, эгоизм плохо, это проблема мира, это источник наших зол и бед, надо объединяться, надо любить друг друга, надо доверять друг другу. Ну. Все хорошо. Ну и дальше? Ну, дальше надо как-то это реализовывать. Этого у них нет. Вот как они не понимают до конца, что происходит с экономикой, так они не понимают до конца, каким образом можно сделать мир другим. Подходящим под сегодняшние вообще все обстоятельства, которые вдруг складываются в человечестве. У человечества существует определенный закон о развитии, и вдруг мы встали на какой-то этап развития, новый. Прошлые законы не работают, мы хотим их насильно вернуть, а новых мы не знаем. И вот мы... Наверное, это так, потому что даже самые выдающиеся экономисты, самые известные и уважаемые специалисты в области экономики и финансов, мировых финансов, глобальных финансов, сегодня молчат, и никто ничего не... Они предлагают... Никто ничего не предлагает нового, все предлагают старые рецепты. Давайте дадим больше денег в экономику, давайте начнем это контролировать. Они предлагают, чтобы уже государство начали контролировать. Но кое-кто, кое-кто говорит уже о том, что должен появиться некий глобальный банк, только он в состоянии будет справиться с этой проблемой, контролируя все происходящее... Тоже не справится, это будет всеобщий нацизм. Будут или частные нацистские государства, когда государство будет контролировать абсолютно все, то есть банки будут работать под указанием государства, предприятия будут указанием государства, связь между ними будет контролироваться, обеспечен и обеспечиваться государством. Только таким образом, в принципе, и может сегодня что-то быть. Потому что все расползается, как шагреневая кожа, да? С одной стороны. С другой стороны, если этого не произойдет, то тогда что у них еще есть? Свободный рынок, все. Деньги вливать это бесполезно, потому что это уже не деньги. Ну да, вы знаете, даже правительство России, которое дало огромное количество денег на то, чтобы запустить банковскую систему, поддержать ликвидностью промышленность, вынуждено было прикрикнуть на центральные банки, в которые контролируются государства. Центральные банки, банки контролируем государством, где деньги. Потому что вместо того, чтобы запускать эти деньги в промышленность, эти банки или сидят на них, или сдают их под большие проценты, с тем, чтобы заработать, или даже покупать валюту и уводить ее из страны. То есть эгоизм здесь срабатывает в полном объеме. В принципе, в чем заключается то, что государство сейчас дает деньги? Оно как бы желает на самом деле дать нормальные средства вместо продуктов? Я хочу, может быть, немножко пояснить, почему это происходит. В конце концов, мы с вами говорили в прошлый раз, деньги – это эквивалент товаров, услуг, некой отложенной полезности в государстве. И если их очень много, значит, ни товары, ни услуги невозможно приобрести. Это называется инфляцией. Нам с вами известна страна под названием Руанда, где инфляция составляла несколько сотен тысяч процентов в день. Мы помним из истории Германию потревоенную, где один доллар стоил несколько триллионов немецких марок. То есть это происходит тогда, когда государство не имеет никаких других способов обеспечить оборот товаров и услуг в стране. Сегодня валютные резервы, которые есть у многих стран, которые они... ... ...